Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами главный художник Приморской сцены Мариинского театра Пётр Окунев. Здравствуйте, Пётр! Здравствуйте, Александр! Пётр Окунев – главный художник Приморской сцены Мариинского театра. Родился в Ленинграде в творческой театральной семье. Пётр с детства решил пойти по стопам своих родителей и стать театральным художником. Окончив Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию, занялся оформлением спектаклей в театрах Москвы, Петербурга и других российских городов. С 2014 года Пётр Окунев – художник-постановщик в Приморском театре оперы и балета. С 2016 – главный художник Приморской сцены Мариинского театра. Давайте начнём с вашего детства. Я знаю, что вы выросли в семье театральных художников и, как следствие, оказались в этой профессии совершенно не случайно. Вы помните своё первое ощущение от театра, когда вы подумали, что вы тоже хотите в этот мир, именно в эту профессию? Я в этом мире оказался с самого раннего детства, с того времени, когда ещё себя не помню. И первое такое яркое воспоминание – это опера «Аида» в Кишиневском театре оперы и балета. Когда я собирался жениться на исполнительнице роли Амнерис, мне в мастерских сшили маленький костюм Родомеса, и это было очень смешно. Для маленького ребёнка, потому что бутафорский цех с огромным количеством всяких предметов, оружия, доспехов, машинок. Всё, что может нравиться ребёнку, особенно в то время, когда игрушек ещё было не так много, это был восторг. Но всё-таки в момент, ну, действительно, уже более осознанного выбора профессии, что вас склонило именно на путь театрального художника? Ведь, будучи художником, можно пойти по разным дорогам. Быть художником и быть театральным художником меня склонило одно – это родители, потому что я очень люблю своих родителей, и мне очень хотелось быть, как они. Мне очень нравилось, как они живут, чем они занимаются. Мне просто безумно нравилась жизнь моих родителей. Здесь, на Приморской сцене, вы, получается, оказались с самого, практически, начала, да? Да, я оказался с самого появления. Что вас подвигло на такую авантюру из Петербурга приехать во Владивосток? Папа. Потому что папа здесь выпускал первый спектакль, и Евгений Онегин не мог приехать на выпуск. И попросил меня в качестве ассистента приехать выпустить спектакль. Ну, я, как хороший сын, согласился и приехал. Встретил здесь кучу знакомых, которые из Петербурга сюда приехали работать тоже. Как-то здесь мне очень понравилось, тут было очень как-то весело, живо, энергично. Меня пригласили еще на спектакль, еще на спектакль, еще на спектакль, и потом я остался здесь совсем. Потому что мне ужасно нравится город, и ужасно нравится театр, и ужасно нравятся люди. И это очень такой решающий момент. В этом сложном 2020 году Приморская сцена представила красивейший балетный спектакль «Тысяча и одна ночь». И он примечательен еще и тем, что, насколько я знаю, впервые были задействованы для создания декораций и цеха нашей Приморской сцены. Вообще открытие мастерских в нашем театре – это вообще большой шаг для меня лично, потому что это очень интересная работа, начинать с нуля какое-то такое большое дело. И для театра это чудесное начинание. Потому что мы становимся самодостаточны в том плане, что мы можем не заказывать где-то, а делать сами. И контролировать нам это проще в таком случае. В общем, это хорошее дело. У нас пока открылся только живописный цех. То есть мы можем пока только писать декорации живописные. Набраны замечательные художники, чудесный коллектив подобрался, потому что людей в Владивостоке замечательных, талантливых очень много. И теперь им есть где приложить свой талант и где получить любовь к театру. Потому что оперного театра же здесь не было, и он не так давно открылся, и люди не очень понимают и не знают этот мир. Опять же, к слову, как я в него попал. Если бы я не знал, если бы родители не были бы театральными людьми, возможно, я бы не узнал об его существовании. Я бы не знал, что есть такая профессия, что в ней можно себя попробовать. Она такая специфическая, и вряд ли у кого-то так, не имеющего отношения к театру, приходит в голову, а не стать ли мне театральным художником. То есть надо немножко ее знать, чтобы ее любить. Но ведь внутри профессии театрального художника, вот даже на вашем опыте, происходило такое превращение разных видов деятельности. Это и сценография, и как художник по костюмам вы тоже пробовали себя. Это все какие-то творческие поиски лично для себя, или обозначить границы своих возможностей? Эта профессия позволяет экспериментировать во многих областях очень. Потому что это и классическая живопись, как вот получилось с балетом «Тысяча и одна ночь», потом живописные декорации, это такой настоящий старинный театр, по технологии старинный, но не по результату. И в то же время бывают современные спектакли, такие как «Царская невеста», там совершенно современные вещи используются. Это возможность себя проявить во многих областях. К тому же я учился в институте на дизайнера интерьера. И эта профессия тоже, в общем-то, включает в себя и дизайн интерьера тоже. Но решение пространства, организация пространства – это все одно и то же. А расскажите, наверняка многим любопытно, вот что является той точкой отчета для художника спектакля, от которой начинается работа? Ваш разговор с режиссером, с дирижером, сразу со всеми? Наверное, зритель хотел бы услышать какой-то такой романтический, интересный рассказ о творчестве. Но это, на самом деле, просто звонок либо от директора театра, либо от режиссера, либо от кого-то, кто организовывает какую-то постановку с предложением что-либо оформить. Сколько обычно есть времени на то, чтобы поразмыслить? Сейчас же очень все укорачиваются, все дистанции. С этого мы переходим к вопросу о том, как изменилась жизнь театрального художника. Да, да, да. Жизнь театрального художника изменилась очень сильно. Скорее всего, конечно, в худшую сторону, потому что сроки, они до такой степени сейчас сжимаются, что совершенно нет возможности спокойно заниматься своей работой. Это постоянный марафон какой-то. В общем, хотелось бы, конечно, иметь время подумать, время просто как-то прожить этот спектакль более подробно и более спокойно. Любой. Но во всех театрах сейчас так, и везде сейчас так. Жизнь вообще становится намного быстрее. Театральные художники в связи с этим тоже подстраиваются и приходят к тому, что они перестают рисовать руками эскизы, начинается компьютерная графика. Находят способы ускорять процесс. Опять же, есть плюс, что сбор материалов по спектаклю намного проще. Сейчас есть интернет. Если художнику Головину для постановки Дон Жуана надо было ехать в Испанию и там полгода знакомиться с культурой Испании, что, в общем-то, неплохо. То сейчас можно просто открыть интернет и посмотреть все, что тебе интересно. Насколько часто у художника театрального есть возможность почувствовать себя соавтором всего происходящего? Это зависит от режиссера? Это зависит от режиссера, от команды, в которой ты работаешь. Я знаю, что вы в последние годы довольно много работаете с Вячеславом Стародубцевым. И царскую невесту вы делали, и в Новосибирске у него. И Фальстов вы выпустили, да? Это как раз тот случай, когда вы нашли друг друга. Ну, в общем, да. Так получается иногда, что у людей складываются хорошие отношения человеческие, взаимопонимания, и когда люди с полуслова понимают друг друга. Это очень удобно. И когда ты действительно чувствуешь себя соавтором, наверное, да. Когда вы вместе рождаете это произведение. Вы наверняка пришли в профессию, когда там начался технологический прорыв. Появилась видеопроекция и какие-то мобильные декорации стали активно использоваться. Вам эти изменения были симпатичны изначально? Или вы считаете, что это немножко уводит от традиционного понимания театра и уводит, может быть, не в самую лучшую сторону? Ну, это вот есть две стороны. А с одной стороны, это расширение возможностей. А с другой стороны, это плохо, потому что люди перестают учиться каким-то классическим приемом, увлекаясь. Ну, это я не про себя. Я даже про цеха, который потом осуществляет все эти декорации, про мастерские художественные. Потому что люди перестают рисовать. Они уже, может быть, не умеют так классно это делать, как раньше умели. Появилось много новых технологий, и люди просто реже этим занимаются, и как-то меньше таких спектаклей проходят. Ну, в общем, какие-то, не то чтобы утрачиваются, но становятся очень редкими некоторые театральные профессии. Вы, получается, выросли в стенах музыкального театра, да? Да. Или это были разные театры? Но сейчас, насколько я знаю, вы ведь и драматические спектакли тоже оформляете. Даже здесь, в Владивостоке, с театром молодежи, да, было сотрудничество? Да, два спектакля у них. Для себя вы как-то делаете различия между тем, чтобы драматический спектакль создавать и музыкальный? Ну, различий нет. Нет, это просто разный вид деятельности, я бы сказал. Разные спектакли, разные театры. Это очень отличается. В драматическом театре все подробнее. Там всего меньше, там все точнее, и режиссер, как правило, более требователен, потому что там каждая мелочь имеет значение. Если в оперном театре мы создаем больше такие широкие мазки, мы создаем образы, в музыкальном театре имею в виду. Мы создаем какие-то глобальные крупные полотна, как правило, когда выходит масса хора, когда появляется огромная декорация. Театр драматический, он может быть очень камерным, он может быть совсем без декорации, он может быть какой-то совсем миниатюрный. Но при этом он не должен быть хуже, он просто более подробный, другой масштаб. Что касается сценографии, вам что интереснее, какие-то исторические истории или современность? Мне, честно говоря, все интересно. И я вам хочу сказать, что я очень долго думал на эту тему, а что бы мне хотелось? Как правило, вот это «хотелось» появляется, когда тебе что-то предлагают, даже иногда очень неожиданное, то, о чем ты никогда не думал. Ты начинаешь об этом думать, это тебе начинает нравиться, начинаешь это любить, и начинается какой-то азарт в работе. Если мы говорим о каких-то исторических вещах, то там, наверное, важен момент исследования, да? Погружения. А если мы говорим о поисках решения для современного спектакля, то там что для вас важно? Для меня вообще самое важное в спектакле это то, что в музыкальном театре надо послушать музыку. И надо эту музыку проиллюстрировать. Не то, чтобы проиллюстрировать явно, а помочь этому настроению, которое создается музыкой, усилить его своими декорациями и костюмами. То есть надо идти за музыкой, только в музыкальном театре. А давайте с вами немножко вспомним такую славную пору советского театра, когда тандемы очень громкие и красивые, такие как Юрий Любимов и Давид Боровский, или Товстоногов, Кочергин. Они были на слуху, они были известны очень широкому кругу зрителей. У вас есть какие-то любимые творческие тандемы из той поры? Любимые творческие единицы из тех времен? Есть, есть. У меня есть совершенно любимейшие два человека, которых, к сожалению, уже с нами нет. Это Захаров и Шейнсис. Два совершенно удивительных художника. Мне посчастливилось поработать в театре Ленком и как раз почувствовать, еще я застал Захарова, и почувствовать эту атмосферу, и примерно понять, как это происходило. Потому что, конечно, уже Шейнсиса не было в этот момент в живых. Но еще была его мастерская, и его вот этот вот дух, и вот этот вообще театр, в том виде, в каком бы он был при них, он еще расстался на тот момент. А вообще, как театральный зритель, вы с удовольствием ходили и ходите в различные театры на спектакли? Я хожу с удовольствием, но редко, честно вам скажу. При этом удается отключить свой глаз художника? Нет. Нет? Это ужасно, потому что я не могу нормально смотреть спектакли. Я не воспринимаю его как нормальный зритель, я воспринимаю его как художник. Я, конечно, вижу там все. Я начинаю смотреть на то, что мне интересно, и забываю иногда о том, что происходит на сцене. Особенно, если это не затягивает. Возможно, есть такие спектакли, которые меня бы отвлекли, но пока я таких не видел. Вот мы знаем еще один такой, он, с одной стороны, удивительный, а с другой стороны, наверное, закономерный случай превращения театрального художника в режиссера, я имею в виду Дмитрия Крымова, который, собственно, является сыном Анатолия Эфроса. Для меня это парадоксально. А вы себя никогда не ловили на том, чтобы, может быть, когда-нибудь хотелось бы что-то поставить? Довольно часто происходят такие метаморфозы с людьми. Очень часто именно что режиссеры становятся почему-то художниками. Почему-то, а потому что они понимают, что они знают, как хотят, и зачем им кого-то приглашать, если у них есть четкое видение того, что они хотят на сцене видеть. Ну, это, в общем-то, нормально. Я считаю, что это вполне естественно. У художников это реже бывает, но тоже бывает. Если честно, иногда у меня тоже возникают такие мысли. Потому что ты начинаешь понимать примерно профессию режиссера, постоянно работая в театре, выпуская спектакли. Но я, честно говоря, подозреваю, что в этой профессии есть много того, чего я просто не вижу. Подводных камней каких-то, которые на самом деле существуют. Просто я их не замечаю. А если бы предположить, что выдалась бы возможность что-то поставить, вы бы пошли скорее на драматическую сцену? Нет, я бы пошел в оперный театр. Поставил бы Онегина. Это единственное, почему-то я хочу Онегина поставить как режиссер. Режиссеры это увидят и не захотят со мной работать, но не страшно. Потому что, когда режиссеры подумают, что я тоже режиссер, они начнут думать, что я все понимаю и испугаются. Вообще, коль скоро мы находимся в музыкальном театре, расскажите немного о ваших музыкальных вкусах. Что вы любите в классической музыке? Я люблю из классической музыки простые вещи. Я Моцарта люблю. Ничего поделать не могу. Я хотел бы быть интересным и сказать бы что-нибудь, какую-нибудь фамилию более оригинальную. Я вот люблю Моцарта. Я очень люблю минималистов, современных композиторов. Их тоже можно назвать классической музыкой. В принципе, это классическая музыка. Я обожаю Майкла Наймана. И этот композитор писал оперы. И, возможно, когда-нибудь мы тоже что-нибудь поставим. Последний мой, наверное, вопрос. Вот я вас представила в самом начале, несмотря на то, что у вас много ипостасей, как главного художника Приморской сцены. Расскажите для дилетантов, в чем миссия главного художника? Миссия главного художника в нашем конкретном театре, это немножко другое, отличается от всех остальных, это следить за художественным уровнем всего происходящего в этом театре. Потому что я, естественно, не один могу выпускать спектакли. Художники приезжают, художники выпускают спектакли в нашем театре. Я должен только следить, чтобы было комфортно работать. Я должен следить, чтобы все, что делает наша цеха, делалось хорошо, чтобы вот эти новые, открывшиеся живописные залы работали хорошо. То есть я просто слежу за художественной составляющей всего, что происходит здесь. Спасибо вам за эту беседу. Ну, с вами спасибо. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...